Дубль один, мотор, камера, наш спецназ. Третий сезон продолжения напряженного детективного сериала о работе отряда специального реагирования Трефы проходит в Горной Ингушетии. Новые персонажи, неожиданная развязка. Сюжет обещает быть интересным. Многосерийный детектив выходит в эфире пятого канала «Третий год». Это захватывающая история о жизни и работе бесстрашных бойцов из СОБР. В главных ролях Сергей Горобченко и Никита Васильевский. Рады, что съемки проходят в «Жемчужине Кавказа». Во второй части третьего сезона зрители ждет много новых поворотов. У нас получился большим, в отличие от предыдущих сезонов. Новые истории, новые персонажи, опять же, природа, пейзажи. Так что будет, я уверен, что будет интересно и, опять же, для местного населения ближе, так как это все-таки ваш край. И поэтому я надеюсь, что мы сделаем это красиво. Просмотрев «Детектив», российский зритель сможет проникнуться не только историей самого сериала, но и увидеть всю красоту Горной Ингушетии. Актеры уже наметили себе обязательные локации для посещения. В Ингушетии я впервые, мне очень уже нравится, хотя я еще не был далеко в горах, как мои коллеги некоторые. И обязательно там мы поснимаем и съездим на экскурсию. Также я уже об этом говорил, что хотелось бы посетить вот этот старейший православный храм, древний, который находится на территории Ингушетии. Очень понравилась кухня. Опять же, как мой персонаж Пряников любит поесть, поэтому местная кухня Пряникову понравилась. По заказу пятого канала производством сериала занимается кинокомпания «3Х Медиа». В съемках принимают участие ингушские актеры театра, а также новички. Кастинг на некоторые роли еще продолжается. Умалат Абадиев играет в сериале оперуполномоченного полиции и признается, сниматься в кино намного сложнее, чем играть в спектакле. Мы вчера снимались с 7 утра, скажем так, до 10 вечера. А на сцене, на спектакле, мне кажется, гораздо легче. Ну, может, из-за того, что я уже привык больше там. А здесь намного сложнее. Всякие дубли, декорации, переносы. Очень сложно. Но мы справляемся. Еще одну роль, но теперь уже капитана уголовного розыска, играет главный режиссер русского музыкально-драматического театра Ингушетии Ахмет Лянов. Признается, съемочный процесс хоть затяжной и трудный, но тем интереснее. Процесс очень интересный. Правда, он для меня очень такой затяжной, потому что я понимаю, что здесь дубль, дубль, дубль. Потом вроде, кажется, что сняли, а потом, кажется, давай еще крупный план нужно брать, потом общий, потом еще какие-то маленькие нюансы всплывают. И, в принципе, ты начинаешь уже, когда же закончится эта сцена. Вот такая история. Ну, я здесь играю капитана уголовного розыска Копархоев такой. И вот эти ребята собровские, которые с Питера приехали, в принципе, мы так вместе расследуем какое-то здесь преступление. И пытаемся как-то взаимопомогать друг другу в расследовании. Бойцы СОБР следят за особо опасными преступниками, по горячим следам ловят бандитов. Эта история не только о стрельбе, героях и отрицательных персонажах, но также о любви и семье. Режиссер-постановщик сериала Виктор Шкуратов уверен, что выбранные ими локации для съемок в Горной Ингушетии вызовут восторг у зрителей, как и сам сюжет. Многие секреты детектива не раскрываются. Новые серии, две истории, четыре серии, все в Ингушетии, с местным колоритом, с местными артистами, ну и нашим дорогим спецназом. Конечно, это новый опыт, здесь горы, здесь тяжело, здесь подниматься, спускаться. Локации друг от друга на расстоянии, поэтому нормально, но привыкаешь. Тем более, что в горах такой воздух хороший, что чувствуешь себя хорошо. Съемки в Ингушетии продлятся до конца июля. На экраны новые серии выйдут в новом телевизионном сезоне пятого канала. Зелимхан Калоев, Алия Зязиков, Магаз, 24.